Итак, перед нами очаровательный ребенок Настенька. Настя, сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? 10 лет. Ты у нас большая. Ну, ты знаешь, вот мама твоя стоит, Лариса. Ты знаешь, что сегодня у нас очень интересный дядя, доктор. Познакомься, пожалуйста. Рубин, очень приятно. И будет такой вот небольшой сеанс. Ты согласна? Да. Начинаем. Расслабься. Ну, все. В порядке. Давайте я в первую очередь посмотрю. Кто у нас Настя? И как она выглядит изнутри. Расслабься. 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 Как бы ты спрашиваешь, ты чуть-чуть. Хорошо, почувствуешь что-то? Да. А что именно? Ну, я чувствую, что идет так тепло прямо здесь. Где Настя? Сверху Настенька? Да, сверху. Прямо. Окей. Все? Угу. Давай теперь я расскажу немножко. Будем проверять с мамой. Скажите, пожалуйста, у Насти есть выраженный элемент агрессии? Иногда. Можно я? Да, иногда есть. Вам микрофон? Эти элементы агрессии ярко выражены, но не совсем обычные для ребенка десятилетнего. Да. Не будем вдаваться в детали. Да. Угу. Понятно. Скажите, пожалуйста, ей снятся кошмары? Ну, это надо. Надо у нее спросить. Настенька, тебе снятся кошмары? Страшные сны. Не все время. Не все время. Ну, я не помню. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, у Насти есть элемент, как это объяснить ребенку, несоответствие своему возрасту. Говорила ли она такое? Да. Сколько ей лет? Как она чувствует? Вот, 10 лет ей, но она намного взрослее. Старше себя чувствует? Окей. Ну, давайте так, этот случай, ну, чисто профессионально, очень интересен и на самом деле очень сложный. Здесь у нас сидит Настя, вот такая какая Настя, которая не совсем Настя. Вот, внутреннее состояние. То есть, назвать Настю больным ребенком нельзя. Назвать ребенком тоже не очень соответствует. У мамы, понятно, проблемы с Настей. Ну, проблемы в смысле не совсем обычный ребенок Настя у нас. Да, не обычный. Насте надо помочь. Я сейчас попробую кое-что сделать. То, что я буду делать, менять ее состояние, вот здесь. И все это связано именно с головой. То, что я буду менять Насте, потому что она очень чувствительна, на самом деле. Она сразу будет чувствовать, какие-то сигналы в голове будут идти отсюда туда. А потом? Мама высоко, да. А потом? Ну, мама не то что согласна. Мама ищет на все стороны помощь. И по докторам, и по разным. Ну, я не знаю, целителем была или нет. Я уверен просто, что практически ноль результата. Потому что трогать надо не то, что трогает, а именно то, что сейчас я буду трогать. Это глубоко. Ну, давайте я сейчас. Настя, пожалуйста, чуть-чуть концентрируйся. Я тебя спрашиваю, что ты чувствуешь? Если ты что-то чувствуешь в голове, например, что-то прошло, ты скажи, хорошо? Что чувствуешь? Тепло, да? Нет, не мешай, не мешай. Что чувствуешь? Тепло, как... Не знаю, как сказать, как там что-то... Скажи на английском. Как там что-то внутри головы. Движутся? Да. Откуда, куда? Ну, пути. Вот в этой части. Да. Супер. Там оно и находится. Сейчас. Что чувствуешь, Настя? Я вот чувствую прямо на моей вот этой... Не болит голова еще, не давит? Чуть-чуть давит. Вот здесь, да? Я забыл, кстати, сказать, у Насти постоянные головные боли. Мы попробуем сейчас помочь ей с головными болями. Что сейчас, Настя? Вот здесь болеть? Да. Обычно, когда у тебя голова болит, где болит? Не, везде. Везде вот так все болит? Да. Да. Что сейчас? Что сейчас? Я чувствую здесь, опять. Но здесь еще. То есть оно в разных местах чувствуется постоянно? Да. Хорошо. Сейчас болит голова или нет? Да, вот здесь. Вот здесь. Окей. Вполне достаточно. То, что она сейчас чувствует, как болит, не совсем головная боль. Это активация и интенсивность работы тех частей, которые нам нужны, чтобы работали. Мама, мы вас попросим просто проследить на Настю в течение следующей недели. Если можно сообщить мне, как она себя чувствует. Хорошо. 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 Хорошо.